Здравствуйте, это моя студия в выживании Душанбе. Она не дурно работала лет пять, пока страна не стала разваливаться. Как раз вот тут изображены те ребята, которые смутили это дело. Как хорошо в Таджикистане жить? Пока чертим. А вода-то какая чистая? Люди стали уезжать из Таджикистана. Моего близкого друга, жена, уехала с сыном Германии. Там они и остались. Потом вернулся в Душанбе. Мы с ним поехали на Сьяму. Интересно, в Бундесах есть такая? В рогах? Да. Бутылка. Бутылка. Бутылка за бабки, за валюту. А тут на Шару даже рубля не надо платить. Да. Вот лето странное какое-то. Облака да облака. Садаму Хусейн все. А? Садаму Хусейну облака. Да. Вот такой я приехал три дня назад. Не такой, а отмылся уже, естественно. Но это было сразу с кемом. Было сразу с кемом. Грязно. С поцарапином. Грязно. С хорошего грязного не отходить. Это, как видите, 96-й год. Я далеко не сразу уехал из Таджикистана. Перегнали вот эти две газели. 5000 километров. Развалившись в стране. Приключеница то еще было. Ну, в принципе, достаточно опасна была вся эта история. Не в дорожном смысле. Но, что касается дорог, то самые крутые дороги в Таджикистане. Весной это сели вот такие тонные, там, 10-тонные валуны тащат эти реки. Ну, такая картина достаточно часто в Таджикистане бывает. Дороги там вообще супер. Они и опасные, и красивые. По ним ездит адреналин. Я много ездил по этим дорогам. Красоты, конечно, необыкновенные. У меня есть сюжет дороги Таджикистана. В плейлисте. Некулинарные сюжеты канала. Смотрите. Такие красоты бывают. А зимой другие опасности. Ну, это, конечно, не большая какая-то дорога. Но дорога в какой-либо поселке. Только опытные люди ездят по таким дорогам. Тогда, когда снег, скользко. Но бывают неопытные тоже садятся. Вот такие вещи могут происходить. Происходят. Я не присутствовал. Не я снимал, конечно, этот эпизод. Кто-то регистратором снял. Не знаю, что там произошло. Постепенно рос шин. Нравилось? Я надеюсь, что в девяносто шестом. Очень. Вот мои вуленарные опыты. Это я делаю суп своей собаке. Я спрашиваю тебя, чтобы туда ездить. Собака-москвичка. Бывшая. Амба, 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 можно супчик, амба? А вообще, рассказ о том, как я ездил с твоим товарищем. Амба, дай супчик. Ну вот уже, собственно, началась эта поездка. Здорово, мужик. Здорово. Дорогу на шарж узнаешь? Не знаю ни хрена, братан. Тут стоишь. Окей? Окей, окей, окей. Не получается, братан. Все получается. Все окей? Я чуть на БМВ не взял, случайно. Симпатичный товарищ мой, его очень любили дамы. Он был юрискурсом в управлении торговли, так что мы с ним ездили по городу. Ну, с помощью его связи находили еду. В то время все было сложно найти. Мои услуги были транспортные. По-моему, в общем-то, влазишь? Да, помещаешься. Капучино, как ты говоришь, чей-то старый торт. Растворили здесь? Мистер Грачишко. Ман. Олд модель. Олд модель. И мистер Грачишко. Нью модель. Окей? Минтон. Это Сережа говорит, что он сказал, какая-то аква, аква, какая-то машина. Адомиратор покупали очень много. Потому что у нас ничего не было. Там было все. Было очень интересно. Необычно. Я был в третий раз, а он с сыном впервые. Так что я как бы еще и проводником был. Накупили черти чего там только. У меня еще и заказы были. Чуть ли не тонну я загружал. Последнюю ночь все это загружали через таможню и прочее. То есть очень длинная процедура, долгая была. Возвободились четыре утра. И он, мой друг, который практически не пьет никогда, в редчайшем случае, и вообще никогда не матерится. У нас вообще не было принято материться. Мы редко матерились в мужской компании, а при женщинах просто никогда. Короче, я уже забыл сколько. Ну, послушайте разговоры. Здорово, наши родные и близкие. Мы пьяные, но ничего. У нас повод. Мы все нагрузили, блин. Сами знаете. Нет, вы не знаете. Мы объясним. Не просто. Будьте здоровы, ребята. За все хорошее. Пробуем? Ну, пробуем. Даже если кусок говна запить водкой, то ничего не будем. На весе встал 92 килограмма. А что ты меня не подолкнул? 92? Потому что у тебя 102, не меньше. Не понял. Ну, тебя пачка шире, как не понял. Что тут непонятно. Я свой вес знаю. Знаю, 992, 800 или 700, что-то вот так. Не может быть, чтобы ты только весел. Сколько? 92? 92? 700 или 800? Хотя может. Почему хотя может быть? Я сам одеваю штаны, это сам, удивляюсь. Я тоже удивляюсь. Жена два раза ушевала, теперь джинам одна-три раза расшевать. Казачок-то потянулся. Живешь много. Жизнь худевая. Вот так бывает. Всего вам хорошего. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok